Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, привет! Всем, кто смотрит, слушает первое и единственное в России телеканал синхронное вещание в ФМ-диапазоне. Программа «Лучшее в стране». Ну, ликуйте и радуйтесь. У нас сегодня в гостях Лига Вайс. Вместе с ним Седой. Ребята, привет! Привет, друзья! Я в очередной раз с очередными новинками, премьерами. Да, будет у нас премьера клипа. А впервые вот Саша Седой, это мой верный оруженосец, как говорят, помощник, всегда выступает со мной на сцене уже много лет. Мы уже объездили всю страну по нескольку раз. И впервые я сегодня его вытащил под камеру. Нет, Лига, я тебе хочу напомнить. Дело в том, что был ты вместе с Сашей на студии, когда был живой концерт. Да, когда живой концерт. Я имею в виду в формате разговора. Я считаю, что это несправедливо, потому что он неотъемлемая часть, конечно, коллектива нашего. Даже часто есть такая ошибка, что говорят группы Лига Вайс, несмотря на то, что это просто мое имя. Это такой псевдоним творческий. Но говорят группы Лига Вайс. И я в последнее время даже не стал поправлять, потому что действительно я не один. Команда. А со мной верные-верные люди, без которых бы ничего не получалось. Поэтому группы Лига Вайс, пожалуйста, можете и так называть отныне. Нас много, не очень много. Одна из новых работ группы Лига Вайс, новая абсолютно, а не верь хайпу. Клип, трек в этом часе обязательно дождитесь. Ну и, конечно, будет много интересного. А в том числе рассказ про новый альбом Лига Вайса. Но через некоторое время, мне говорят, что у нас короткая реклама. Друзья, оставайтесь с нами. Да, друзья, ну а новый альбом Лига Вайса, конечно, он претендует на звание лучшего в этом году в стране. Может быть, даже и десятилетие. Но вы сами вправе дать оценку, потому что альбом уже появился во всех ресурсах, возможных в интернете. Альбом вышел ровно неделю назад, в прошлый четверг. Вы его должны послушать. Я очень старался. Это действительно хороший альбом. Классный. Помимо всего прочего, ты же наконец... Без скромности лишней. Я человек достаточно скромный и сдержанный в похвалах себе. Но назвал его молодой король не просто так. Но ты себя короновал. Все. Ну, фактически. Конечно же, мы не будем говорить, что это только про меня, это словосочетание. Все-таки собирательный образник. Там все-таки раскрывается по-разному эта метафора. Это вообще про личную установку, про каждого человека, амбициозного, который говорит себе «я молодой король» и добивается и становится лучшим в своем деле. И добивается королевы при этом. И, конечно же, нас королями делают исключительно королевы. Если мы достойны, то королевы делают нас королями, конечно же. В интернете задаются вопросом, действительно ли ты сделал татуировку в виде короны на лбу. Друзья, мы уже проверили в гримерке. Можете попросить показать, продемонстрировать? Давайте сделаем опрос, может быть. И по результатам. Ну, хотя бы покажи, пожалуйста, что она там до сих пор нарисована, скажем так, или сделана. Она, конечно, не только корона, это личный знак. Я уже продолжаю традицию себя украшать регалиями, и практически вся дискография моя проявляется на теле. И вот таким образом решил остаться верен своему стилю. Прошлый альбом я анонсировал через большую татуировку. Но я не горжусь, не хвастаюсь этим. Просто это вот мой такой личный прикол, мое личное дело. Ни в коем случае не берите с меня пример. Не пытайтесь повторить это дома. Должен ли Александр на себя каким-то образом тоже делать отметки в виде новых работ очередных? Ну, в контракте не прописано. Но мог бы! Просто рано или поздно на мне же закончится место уже, потому что я останавливаться с релизами-то не собираюсь. И вот когда не будет хватать, тогда Санёк готовится. Всегда можно ещё подкачаться, всегда можно поправиться. И место, как ты знаешь, что оно будет больше. С переносом, то есть будет уже не умещаться. Это такая... С продолжением. Перенос, да, а вторая половина названия. Был прикол, что начал детей забивать, помнишь? Что места уже нет, но начал на детях. На своих детях. Всё, я поняла эту шутку. Андрей, ну расскажи нам, пожалуйста, ещё про свой альбом. Есть такие строчки, ты сам же про него говоришь, что мой третий альбом «Новый мир» и «Новый я». Что принципиально нового в тебе там, от тебя? Мы меняемся. Вообще, самое главное для человека, наверное, меняться. Это принцип жизни, как мне кажется. Меняться, но меняться к лучшему. Новый мир, потому что мир меняется каждый день. С одной стороны, все те же самые вечные ценности и проблемы те же самые, но он становится другим, другой ритм совсем. Мы уже живём совсем в другом мире, чем если мы сравним даже с десятилетней разницей. Если говорить о том, что ты стал лучше, что за последнее время тебе удалось ускоренить в себе? Или что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, что ты стал… На мир взглянул другими глазами. Да, вот Саньку, наверное, виднее со стороны. Крепнем в мастерстве своём, в профессионализме углубился в работу. У меня был такой приличный творческий перерыв. Между прошлым альбомом и сейчас, видите, наверстываю каждый день почти что-то связанное с работой. Либо это записи, либо это интервью, либо это выступление. Каждый год у меня вот уже я взял темп, наверстываю время, выпускаю каждый год по альбому. У меня очень много выходит синглов, клипов, совместных работ. В общем, таких перерывов ты обещаешь больше не делать. В общем, в случае, в ближайшие там 10 лет. Вот как-то я не думаю, что в ближайшее время у меня получится. Уже так разогнался, уже силой инерции меня подталкивает только вперёд и вперёд. Причём, насколько я понимаю, ты к записи этого альбома приступил сразу же после того, как был выпущен альбом «Живой». Да, моментально я был очень воодушевлён. Альбом «Живой» оправдал своё название и воскресил меня в творческом плане. Он был сложно принят по-разному. И я увидел, может быть, ошибки некоторые, которые быстро наверстал. Не так просто сделать огромный перерыв творческий, а потом сразу начать выпускать... И превзойти самого себя, да, скажем так. Выпускать качественную музыку нужно было размяться. Хотя я считаю, это сильный альбом «Живой» и до сих пор в полной мере недооценённый, мне кажется. Но это здорово. Я слушаю много музыки иностранной и иногда открываю для себя альбомы, которые выходили там 10-15 лет назад. Ну, прошли мимо тебя каким-то образом, да? И удивляюсь, как я раньше не заострил своё внимание на этом альбоме. То есть вот надеюсь, что к моим работам точно так же будут люди возвращаться. Стараюсь их делать вне времени. Но «Молодой король» — более качественная пластинка, как мне кажется. Саш, ты тоже так считаешь? Ну, во всяком случае, что это хороший альбом, Саша нам сказал в гримёрке, да. Ну что сказать, альбом хороший. Да, кстати, знаете, мне нравится вот такая хладнокровная реакция. Можно говорить «бомба», «разрыв», а можно просто сказать так с уверенностью «это хорошая работа». Качественная мне не очень нравится, когда говорят про музыку, потому что помимо качества должна быть душа. Вот в этом альбоме, мне кажется, душа есть. Он такой лаконичный, честный. Лёгкий. И лёгкий в то же время без приукрашиваний. Я не старался понравиться, просто рассказал свою историю. Концерты у тебя продолжаются. Главное, людям нравится. Это очень приятно, хороший фидбэк. Сегодня только выпустил первый клип. Кстати, это первый альбом, который я выпустил, не выпуская синглы, не снимая клипы до альбома, не рекламируя его. Мне было важно, чтобы его послушали целиком, как высказывание. Ну да, кстати, ты где-то признавался в интервью, что ты пожалел, что с живым так не поступил, да? Что ты до выпуска альбома уже выпускал синглы и клипы из этого альбома. Ну он такой, да, многострадальный. Я хочу вот здесь о чём спросить. Концерты у тебя продолжаются практически ежедневно. Вот только что там Москва, Сочи, впереди Брянск, да? Спасибо, что ты в курсе. Следим, следим, да. Брянск, Питер. Но я хочу сказать, что поклонники, которые приходят на концерт, они пока не услышат новые песни на этом концерте из нового альбома. Потому что будет презентация, да, отдельная, я так понимаю, этой программы. Мы готовим. Не акцентировались из-за того, что была вот такая некоторая секретность подготовки альбома, чтобы информация о нём не утекала раньше времени, и песни, чтобы не растекались. Мы не планировали какой-то большой кассовый концерт в Москве, презентацию конкретно этого диска. Ну, конечно же, мы сделаем. А сейчас постепенно будем включать новые песни в свою программу. Наша программа, она уже отработанная. Каждая песня туда вписывается драматургически. И мы сейчас, в общем, ищем ощущение, какие песни из нового альбома правильно использовать в нашей программе. Слушай, а скажи, пожалуйста, Саш, ты тоже, пожалуйста, ответь. Вот готов новый альбом, новые песни. Вы знаете, хорошо все слова из этих песен. Просто иногда артисты приходят, например, к нам с премьеры, и если поют «Живём», они обязательно подсматривают. То есть очевидно, что ещё в студии где-то запись была, но ещё не в пето, что называется, песня. Вот у вас как это происходит тоже? Есть такой момент. Мы, конечно, любим до автоматизма доводить именно те песни, с которыми мы выступаем на сцене. Но здорово, даже внутри концерта песни должны по-разному быть. Некоторые песни должны качать и взрывать, а некоторые песни более как театральное выступление. Тогда, в общем, подразумевается, что, может быть, я буду это делать, ну, как бы, на ходу вспоминая и проживая. Не автоматом отточено, как роботы её исполнять. Это мы сейчас с удовольствием, Андрюш, извини, что перебиваю, нужно прерваться. Но радует одно, что это будет музыкальная пауза. И это будет, признаюсь, честно, одна из моих самых-самых любимых песен. Дождитесь, пожалуйста, продолжим обязательно общаться. Интересно. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Программа продолжается. Александра Хайрулина. Леголайз у нас сегодня в гостях. И Саша Седой, друзья, впереди. Через несколько минут вас ожидает премьера трека и клипа «Не верь хайпу». Новый альбом «Молодой король» уже в интернете. Если вы ещё не скачали, не послушали, по каким-то уважительным причинам, конечно, лучше это сделать как можно скорее. Ну, давай послушаем теперь твой рассказ про песню «Не верь хайпу», про клип. Почему именно на эту песню была сделана ставка в первую очередь? Альбом очень личный, про внутренние переживания. И, наверное, это одна из песен, которая для всех как такой взгляд не во внутренний мир мой, а наружу, то есть такое социальное высказывание. Не знаю, что ещё сказать. Она достаточно жёсткая такая, это не поп-песня. И для этого я выбрал достаточно жёсткого в визуальном смысле художника, фотохудожника, режиссёра Андрей Давыдовский. Мой старый друг, с которым я мечтал поработать, но вот это наша первая совместная работа. Я очень рад, очень доволен. Буквально с пылу, с жару клип стартовал в интернете полчаса назад. Уже идёт жара, я там поглядываю иногда в телефоне. Но интернет работает у нас сейчас с перебоями, как вы знаете. Поэтому больше шансов у страны увидеть на стране FM, увидеть и услышать. Друзья, ну что касается съёмок, конечно, я всё-таки задам вопрос, но там, в принципе, всё понятно. Никуда выезжать не пришлось, ни в какие заморские страны. Всё случилось в студии, я так понимаю, и просто на... Как называется, кстати, беговая дорожка? Это или как попроще? Ну, мы не будем все секреты раскрывать. Да, я действительно ходил там, действительно мы согнали все эти толпы людей, скандирующих. Хорошо, а огромных девушек в белье нижнем где взяли? Огромные девушки были в натуральную величину, гигантские девушки были созданы и так далее. Рисовали плакаты, скандировали, вот пусть будет такая легенда. Но если серьёзно, то действительно здесь достаточно такая лозунговая песня, поэтому она подразумевала стилистику плаката. Поэтому я и пригласил Андрея, потому что он, во-первых, художник, он очень крутой иллюстратор. Ну, правда, очень крутая работа. Да, там каждая строчка, там проиллюстрирована какой-то такой вот социальной сатирой, карикатурой, при этом она даёт простор для её понимания. Но в основном эта песня про то, что нужно думать своей головой. Ты сказал, что песня достаточно жёсткая, но при этом, за что тебе огромное спасибо, ибо ты умудрился в ней не использовать нецензурную лексику. По-моему, да. Да-да-да, но там есть такие словечки, конечно, такие. Там слово «срачи» есть. Да-да-да. Мы думали-думали, кстати, запикивать, не запикивать, но решили. Вот, а если я сейчас на нём ещё поставил акцент, ну да. Ну вы же, к вам же рэпер пришёл. В общем, да. Не какой-нибудь. Но знаешь, что я где-то вычитывала, ты говоришь о том, что ты вообще, в принципе, не сторонник использования нецензурной лексики. Ты очень уважаешь своих поклонников, тех, которые, ну скажем, любят тебя не за это, а любят как раз за более такие, может быть, какие-то романтические попсовые истории. Я не ставлю задачу, но в этом альбоме в нескольких песнях он проскакивает, но незаметно абсолютно для меня, где подразумевает какой-то разговорный уровень такой подачи текста. Если это естественно, если это помогает стилистике песни, если это помогает высказыванию, то он может быть. Главное не использовать его вот как принцип. Как основу, да, а потом всё остальное. В большинстве песен у меня его нет, а если вы боитесь услышать эти слова, то они помечены буковкой специальной. Какой ты молодец! В трёх песнях вы можете... То есть родители даже могут, собственно, сказать, так, ребёнку вот эти треки слушаем, эти... Да-да-да. Попробуй только включи. По-моему, нынешние устройства настроены таким образом, что они для детей их блокируют автоматически. Друзья, ну всё. Так что это мы всё предусмотрели, и к нам Роскомнадзор знаменитый не придерётся в этом смысле. Знаменитый, это точно. Ну что, премьера в эфире телерадиоканала «Страна ФМ». Клип, трек «Не верь хайпу» Сейчас «Леголайз» два слова примерно подготовить вас, потом Саша Сюдой тоже скажет пару слов, и сразу запускаем. Новый альбом «Молодой король», вы должны его послушать, а это первый клип. «Не верь хайпу». Всё сказано. Ещё давно, когда я слушал рэп, и он был свеж. И пабликенами кричали «Не верь хайпу». Вот был месседж. С тех пор весь мир перевернулся низом вверх. А люди гордость также продают за мелочь. Очередной урод грузит народ, и телевизор врёт. «Не верь хайпу». И большинство меняет ценности, наоборот, лишь дунит ветерок. «Не верь хайпу». Мозгам назло, как овцы под нагайкой. Упрямо прём туда, где больше лайков. Модные сайты форсят пропаганду. Нас посчитали, брат, «Не верь хайпу». Блоги, лайки, срачи, перепосты. Дайте слабый хайп, хотим как воздух. Вслед за нами ради грамма спроса. Дети наши в непотребных позах. Включай мозги, пока не поздно. Не верь хайпу, не распространяй сплетни и слухи. Дворняжий лайк, не будь ведом стадный. Крича бонзай, не подражай, путь сам выбирай. Пусть без меня уютную толпою, плебеи прут за говорящей головою. За бутербродом очередь и давка. Вместо свободы оруйл и кавка. Очередной урод грузит народ, и телевизор врёт. И большинство меняет ценности, наоборот, Ближду не твитти рок. Мозгом назло, как овцы под нагайкой. Упрямо прём туда, где больше лайков. Модные сайты форсят пропаганду. Нас посчитали, брат. Не верь хайпу. Не верь хайпу. Не верь хайпу. Не верь хайпу. Йоу. Мы говорим про облик свой моральный И в полный рост поддерживаем травли Мы забываем всё в экстазе стадном И распинаем тех, кого понять накладно Не наша очередь и ладно Идём парадом, правда, то, что прописали В новостном блоке, сайте, кинозале И с широко закрытыми глазами Употребляем то, что проживали Нет, я сомневаюсь Значит, я мыслю Если не верю, мне помогут числа Я лучше вне течения у берега Понаблюдая с интересом за истерикой Очередной урод грузит народ Ты телевизор влёт И большинство меняет ценности наоборот Лишь дуни твитти рок Мозгом назло, как овцы под нагайкой Упрямо прём туда, где больше лайков Модные сайты форсят пропаганду Нас посчитали, брат. Не верь хайпу. Не верь хайпу Модным быть не модно Круто отличаться Даже если сложно Пробуй разобраться Даже если трудно Против сотен, если Просто пробуй помнить Что значит быть честным Очередной урод грузит народ Ты телевизор влёт И большинство меняет ценности наоборот Лишь дуни твитти рок Мозгом назло, как овцы под нагайкой Упрямо прём туда, где больше лайков Модные сайты форсят пропаганду Нас посчитали, брат. Не верь хайпу Бала-бала-бала Лучшие в стране На телерадиоканале Страна FM Ведущая Александра Хайрулина И только что в ваших телевизорах, приёмниках В ваших гаджетах Премьера нового трека и клипа Лига Лайтза, не верь хайпу. Я поздравляю вас от следующего ребят. Тебя, конечно, Лига. Саша, ну тебя, ты же принимал участие в этой работе, 100%. Да, я присутствовал. Ну, как всегда, не в бровь, а в глаз, что сказать здесь. Ну, надеюсь. Абсолютно всем понятная тема, и все абсолютно сказано. И каждое слово. Писалась песня сейчас, друзья, пока вы не слышали, пока вы смотрели клип, внимательно вслушивались, все, 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 все. Выяснилось, что песня писалась во время гастролей? Ну, как, в принципе, весь альбом. Как и весь альбом. Да. Как это обычно происходит? Все-таки основная на тебе, или так у него Саша какую-то участие принимает в этом? Просто это настолько большая часть жизни, что на гастролях, в общем, много чего происходит. В самолете пишутся тексты, лично мне лучше всего, наверное. А потом, кому мне показывать, кроме как ребятам, которые рядом... Которым с этим выступать на сцене потом. Да, и вместе как-то мы... Они оценили, сказали какой-то совет, какое-то мнение. Я о них опробовал, увидел первую реакцию, какая строчка сработала, какая нет. На какую строчку он моргнул и вздрогнул, какая, в общем... А какую даже и не вспомнил. Не произвела эмоции такие. То есть они первые мои слушатели. Ребята вот из группы «Леголайс». Из группы «Леголайс». «Леголайс». Ну, в том числе и сам «Леголайс». С чем это было связано? Почему такое количество, скажи? Были поиски нужного... Если говорить, в общем-то, даже больше, наверное. Мы... Основная команда четыре человека. Это... Передаю им пламенные приветы. У нас подобралась, конечно, студийная команда. Точно так же, как гастрольная команда у нас просто вот плотная и крепкая. Точно такая же у меня сейчас подобралась команда студийная. Это Женя Панков, звукоинженер, аранжировщик, знаменит многими-многими проектами группы «Би-2». В основном рок-коллективы разные он делал. Работает он в одной из лучших студий «Навигатор Рекордс», одной из лучших студий Москвы. Гоша Барыкин — это замечательный музыкант, сын легендарного музыканта Александра Барыкина. Но при этом сам не менее талантливый и потрясающий просто музыкант. Я его пригласил помочь мне с мелодиями, тональностями, подсказать, где правильно я взял интонацию, правильно ли взял я ноту, помочь с бэками, все это украсить. А до сих пор тебе нужны такие люди, ты же уже 300 лет на сцене. Чтобы это было музыкально. Я все-таки музыкант интуитивный. Хип-хоп — это достаточно такая демократичная культура. Я никогда не учился музыке в академическом плане. То есть здесь просто сильное желание этим заниматься и, конечно, некоторые способности природные. Но я не заканчивал музыкальную школу. Я до сих пор, в общем-то, нельзя сказать, что знаю нотную грамоту даже. То есть здесь очень интуитивно. И раньше мой рэп был достаточно, ну, менее музыкальным, чем сейчас, как мне кажется. Потом я понял, что даже рэп все-таки достаточно сложная техническая техника исполнения. И здесь тоже все зависит от музыкальных интервалов, бэков, разных темпов, которые ты чередуешь. И здесь мне нужна, конечно, помощь иногда, совет. И вот Гоша Барыкин был один из тех, кто продюсировал именно в смысле вокала и голоса весь этот альбом. Женя Панков отвечал за звук, сведение, за запись в самый правильный микрофон. Мне очень нравится, как звучит. И Олег Пикл — это новая волна аранжировщиков, хитмейкеров совершенно потрясающих, который просто делает хиты вот за вечер. Не верь хайпу сделал он, еще четыре аранжировки. Остальные аранжировки мы брали у битмейкеров, так называемых. В рэпе называются те, кто делает бит, называют битмейкеры. Но бита мне мало, мне все-таки нужна музыкальная композиция. И нам тоже, за это тебе отдельное спасибо. Я брал у битмейкеров этот бит как основу для будущей нашей композиции, приносил его в студию, и там мы уже вчетвером доигрывали туда инструменты, гитары, где-то бас, записывали бэк-вокалы, придумывали мелодии, клавиши и оформляли все это вот уже вчетвером. То есть мы брали такие, брали как идеи поделки у разных-разных аранжировщиков очень крутых. Так что там больше четырех, наверное, человек 15 в общей сложности задействовано. И как мы уже поняли, только лучшие из лучших. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, Олег Галайц у нас сегодня в гостях. Также Саша Седой. Новый альбом «Молодой король» вы обязательно должны послушать. Даже если вы не являетесь королевской особой, не принадлежите к этой семье и, в общем-то, скромны в жизни, все равно вы обязательно найдете что-то там для себя важное и интересное. В душе каждый должен себя все-таки возвышать. Любить, да? То есть по-хорошему и возвышать. И главное стремиться к этому и стараться соответствовать. Работаю над этим альбомом. Ты начал сразу же после выпуска альбома «Живой». Значит ли, что вышел альбом «Молодой король» и ты уже приступил к следующему альбому? Нет. Спасибо за честность. По крайней мере, вот прошла неделя, и я еще только, ну, немножко в таком в шоке, можно сказать, в эмоциональном шоке. Я ищу, я не буду торопиться. Я пытаюсь нащупать, пытаюсь понять. Я люблю все время делать что-то новое, не продолжать то же самое, а какие-то новые находить грани, новые сочетания. Я вот думаю, каким должен быть альбом следующий. Хочу что-то придумать оригинальное, очень необычное. Ну, сто процентов, значит, и будут у тебя какие-то сотрудничества еще. Совместные песни, да. Ты умеешь удивлять это каждый раз, что-то очень неожиданное. Возможно, это вне альбомные будут какие-то работы уже сейчас, а не готовятся, да. Мне очень нравится с рок-музыкантами, нравится сочетания такие необычные, не с похожими по жанру артистами, а вообще, казалось бы, несовместимыми. В общем, ты открыт для предложений, я так понимаю. Но если кто-то из артистов захочет, то... Да, но нагружен здорово. Присылают иногда, обидно, что вроде бы и хочется проучаствовать, но написать песню не так просто. Я их не как пирожки пеку. Я все-таки должен песню прожить, родить по-настоящему, как стихи, каждую песню, в которой я участвую. Как отписки практически я не делаю. Ну, может быть, «Создобшись дубом» это была такая вот фристайловая песня, которая родилась моментально. Но это просто песня такая, там... Она не требовала каких-то... Она просто такая вот праздничная и не требовала каких-то философских размышлений. А так, конечно, к каждой песне я подхожу очень серьезно и ищу настроение, состояние правильное. И не слишком быстро их записываю. Поэтому у меня многие предложения совместные. Мне бы хотелось, но я вот прям мне неудобно, но я откладываю-откладываю их на потом. Ну, надеюсь, что сейчас будет больше времени после того, когда я свой альбом выпустил. И что примечательно, кстати, это первый альбом, где у меня нет вообще гостевых участий. Да. Абсолютно. За исключением бонуса. Да, за исключением бонуса. И то в бонусе только музыку сделали Филатов и Кэрес. Так что... Но в альбоме использован сэмпл замечательного певца Саркиса Эдвардса. Прекрасный. Это песня «Океан». Я думаю, это одна из песен, на которую... Стоит обратить особое внимание. Особое внимание, да. Андрей, спасибо тебе большое. Я хочу тебя искать поблагодарить. Саркису, привет. Скажите, пожалуйста, напоследок вот так вот коротко. Альбом «Молодой король» лучший альбом в рэпе года этого? Ну, для нас так очевидно и однозначно. А решать вам, конечно же. Значит, все, без сомнений. Скачиваем, слушаем, с огромным удовольствием. Он достоин, чтобы номинироваться на это звание. И ждем презентацию от вас. Обязательно. Обязательно. Из ближайших концертов у нас... Брянск. Брянск, напомню, 28 апреля. Ты мне напоминаешь, как приятно, что ты знаешь даже лучше, чем я. Подключайтесь к моим соцсетям legalize.mc, legalize.ru, ВКонтакте, страница. Смотрите еще раз песню «Не верь хайпу», которая сегодня стартовала. И качайте, слушайте альбом «Молодой король». Он на всех площадках доступен. Вам понравится. И Legalize пообещал, что он придет с презентации альбома к нам в студию вместе с Сашей со всей группой Legalize. Ну да, куда же еще приходится. Спасибо огромное. «Страна.ФМ» всегда рады. Еще раз поздравляю. Отличная работа. Всегда ваша. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»